Друзья, всем привет! Снова с вами я, Алена, вы на моем канале. И сегодня мы с вами говорим о такой теме, как низкий гомоцистеин. Такое слово какое-то интересное, но на самом деле упрощает задачу при понимании нескольких процессов. Вы просили, Алена, как всегда, в нашем психологическом, нутрициологическом блоге создать тему про гормоны, про еду и про все связанное с этим. Короче, для вас супер сегодня информация. Это в связке к той теме питания, интервального голодания, о которой мы с вами уже говорили. Мы продолжаем работать над вот этой тематикой. Сегодня про низкий гомоцистеин. Кто интересуется своими анализами, уже давно знает эту историю и тем самым работает со своим здоровьем. Низкий гомоцистеин также, как и высокий, не хорош, не плох, но бывает мешает. Гомоцистеин, о боже слово-то какое, мешает организму, бывает очень-очень сильно. И ввиду этого организм тратит колоссальное количество ресурсов, которые уходят на важные-важные процессы. Основные причины низкого гомоцистеина это недостаточное потребление белка и бывает, что этот белок даже не усваивается. Недостаточное потребление серы, как раз таки серы необходимо для этого вещества. Нарушение пищеварения и нарушение усвоения белка. Очень важно переваривать и усваивать белок. Если этого процесса нет, ну дальше и делов-то нет. Повышенная потребность в глутатионе идет. Если у вас воспаление, стресс, либо оксидация, требуется больше глутатиона. И это можно решить при помощи исключения воспаления. Гиперметиляторы это люди, которые, ну можно сказать, в повышенном состоянии метиляции, могут сильно снизить уровень гомоцистеина. Поэтому, друзья, тема просто сложная. У меня у самой от этого просто мозг, наверное, пошел гулять на следующую планету. Но, что я поняла для себя, что белок надо усваивать, что глутатион нам нужен, что сера нам нужна, разжевываю. И гомоцистеин может снижаться со временем из-за миллион различных причин. Надеюсь, это коротчайшее видео не суперумным языком, а простецким языком было для вас полезно. Пока!